Привет, всем добрый вечер! Мы с вами продолжаем подготовку к основному государственному экзамену по математике. Сегодняшнее занятие мы с вами посвящаем разбору каталога задания номер 8, в котором требуется упрощать алгебраические выражения. Возможно, можно будет смотреть, как в номере 2 подстановка вместо переменных конкретного значения. Но, опять-таки, в силу того, что задание упростить алгебраические выражения, значит, у нас первоначальная задача, ребят, попробовать справиться с упрощением. Как в номере 1, запишите, пожалуйста, нам предлагаются условия, найдите значение данного выражения. И нам предлагается квадрат суммы в форме квадратного из 11 плюс 3 и вычитаем 6 к 1 из 1. Здесь, конечно, без формулы квадрата суммы не обойтись. Мы с вами помним, что по формуле квадрат суммы – это квадрат первого выражения плюс удвоенное произведение первого и второго выражения и плюс квадрат второго выражения. Если мы будем с вами рассматривать формулу квадрата разности, то у нас поменяется только знак перед удвоенным произведением. И суть и формула остается в том же виде. И также нужно формулу знать сокращенного умножения как разность квадрата. Здесь у нас, получается, в формуле фигурирует 2 квадрата 2 и 3 минус квадрата и 1 и другая. Поэтому здесь уже 2 раза встречается у квадрата, а в квадрате минус 2 в квадрате формулу вы же произносите. По последнему действию разность квадрата. Вам присписать разность квадрата. Для этого нам нужно с вами сделать разность данных чисел, которые мы называем на сумму данных. Используя первую формулу квадрата суммы в нашем свече, получаем квадрат первого выражения, то есть корень из 11 в квадрате, плюс удвоенное произведение первого выражения, а у нас на первом месте в скобках стоит корень 11, и второго выражения, а на втором месте после суммы стоит тройка, и по формуле плюс квадрат второго выражения. Второе выражение – это тройка. Реже переписываем, так сказать, вот этот хвостик условно минус 6 в 1 из 11. Теперь осталось только посчитать. Форень квадратный в квадрате. Мы с вами знаем с 8 класса, что это будет само число. Или, например, вы можете посмотреть, 11 в квадрате получаем 121, но корень 121 от 1 получает само число 11. Дальше считаем. Плюс 2 корня из 11 умножаем на 3. Видим свободное число множителей, дает в результате 6. И получаем 6 корней из 11. Дальше считаем 3 в квадрате делянку и переписываем минус 6 корней из 11. Приводим подобные слога. Мы видим свободное число 11 и 9 в сумме нам 2 до 20. А вот 6 корней из 11 и минус 6 корней из 11 – это очень сложные кисла, которые взаимодействуют. И мы с вами получили результат 20. Это будет завершено. Следующий номер парня. В номере 2 нас просят найти значение выражения. И теперь внимательно смотрим на данное выражение и делаем вывод, что нам сначала нужно упростить. В силу того, что у нас с вами в знаменателях разные выражения стоят, мы с вами попробуем найти что-то общее для того, чтобы найти общий знаменатель. Итак, во втором примере. Общим знаменателем у нас с вами будет обязательное число С. Следующие множители собираем 6АС, но у нас С множители вывезли, добавляем 6А. И у третьего знаменателя стоит 6А, но мы с вами уже все собрали. Значит, у нас знаменатель будет 6АС. Значит, делаем вывод для первой группы. У нас был знаменатель С. Чтобы получить знаменатель 6А на 6А, и числитель нужно тоже умножить на 6А. Получаем 6А умножить на 6А, 36А квадрат. С первым числителем разобрались. Второй числитель. В знаменателе второй дроби выражение стояло 6АС. Нам нужен общий знаменатель 6АС. Ничего не изменилось. Значит, нам нужно из числителя первой дроби по закону, по правилу, вычислить числитель второй дроби. Но, так как мы вычитаем весь числитель, мы с вами вычитаем 36А квадрат. И так же вычитаем плюс С квадрат. Но два идущих подряд знаков вычитания суммы минус на плюс дают нам минус. Получили минус С квадрат. Теперь переходим к третьей дроби. В знаменателе 6А. Но нам-то нужно 6АС. Значит, мы знаменатель помножили на С, и числитель тоже нужно помножить на С. Получаем С умножаем на числитель третьей дроби. С умножить на С. Получаем плюс С квадрат. Здесь мы спокойно переписываем без изменения знаки, потому что не будут изменяться. Целы того, что перед третьей дроби стоят на плюс. И минус 36А умножаем на С. Получаем минус 36АС. Получаем. Осталось все это только упростить далее. В числителе смотрим. 36А квадрат и минус 36А квадрат взаимном числитель. Здесь минус С квадрат и плюс С квадрат взаимном числитель. В результате в числителе остается минус 36АС. В знаменателе переписываем 6АС. Видим, что данную дробь можно сократить на 6. Также можно числитель и знаменателе разделить на А. И также разделить на множитель С. В результате мы с вами получаем 2 минус 6. То есть, по сути, ребята, здесь в этом случае и не нужно было ничего представлять. Нас просили 3А найти в 83 и С в 80 данные значения выражены. А и С просто-напросто исчезли. В силу того, что мы упростили данное выражение. И результат минус 6. Следующий номер – третий. В третьем номере нас просят упростить выражение и найти его значения предназначенных А и Б. Это записать найденные значения. Но опять-таки начинаем распространять. Так можно вначале упростить. Идемый вывод. У нас задается произведение двух дробей. А как умножить друг на друг? И опять используем правило числитель. 9Б умножается на числитель А квадрат минус 1Б. И здесь не забываем о том, что мы с вами весь первый числитель умножаем на весь второй числитель. Не забываем приказывать сколько применений. У нас получится, что 9Б будет умножаться только на А квадрат. И изнаменателем А минус Б, который умножается на 24Б. На данном этапе можно данную дробь сократить на Б и сократить на 9. В числителе у нас состоится из единицы. Взнаменателе 54 делим на 9. Взнаменателе получается 6. Вы остается в числителе А квадрат минус АБ. Взнаменателе А минус Б умноженное на 6. И мы с вами делаем вывод, что данную дробь тоже можно упростить. С учетом того, что в числителе общий множитель А можно вынести за сколько? Было А умноженное на А. То есть А квадрат 1 умножить на А вынесет. Второй множитель А стоп. Минус мы не трогаем. То есть вычитание остается в своем месте. И в произведении А умноженное на Б, множитель А вынесет на свой настой гадрат только множитель Б. Знаменателе переписали без изменения, ребята. И увидели сокращение дроби на множитель А на из Б, получаем тропь вида А шестой. В этом случае нас интересует только переменная А. Она умеет значение по условию задачи минус 60 лет. Значит, минус 63 мы должны с вами разделить на 6. Данную дробь можно сократить на 3. Знаменателе будет 2 в числителе 63 раздамена на 3 плюс 21. Минус 21 делим по пайлером. Получаем минус 10,5. Это и будет наше результат. Ответ готов. Следующее четвертое задание. И здесь нам предлагают представить в виде дроби выражение и найти его значение при их сравнении на 0,50. Думаю, у нас с вами из дроби вычитается тот х. Но в силе того, что нас просят упростить, если мы сразу будем вместо х представлять на цех 110, будет, как сказано, очень красивый расчет. И мы с вами стремимся в математике к совершенству. Поэтому данные выражения нам, естественно, нужно рассмотреть таким образом, чтобы для каждой дроби, я не оговариваю, но для каждой дроби, нужно определить похожий номер, который будет общий. Первый дробь вида. 15х квадрат, который делится на 3х минус 2, мы вычитаем дробь 5х первую. Мы с вами помним, что дробные черты, это из нас быстрее, деление, определение на единичку, все равно меняться ничего не будет. Итак, дроби есть. Мы с вами прекрасно видим и осознаем, что общий знаменатель будет 3х минус 2, значит, с нас требуется только дополнительный множитель для второй дроби 2, чтобы знаменатель был одинаковый. И переписываем. Числитель первой дроби 15х квадрат. Дальше переписываем вычитание и не тороплюсь. 5х умножать на дополнительный множитель. Почему? Потому что перед второй дробью стоит вычитание. То есть знак минус будет существенно влиять на раскрытие скобки. 5х мы с вами будем умножать на 3х минус 2. И теперь очень аккуратно раскрываем в числителе сходки. Получаем 15х квадрат минус. И дальше смотрим. У нас 5х умножается на все, что стоит во второй скобке, при условии, что перед множителем 5х стоит знак минус. Итак, смотрим. 5х умножить на 3х получает 15х квадрат. Еще минус стоит перед скобками. В результате минус 15х квадрат получили. Дальше. 5х мы умножаем на минус 2, получаем минус 10х. Но еще минус стоит перед скобками. Поэтому получаем плюс 10х. Или, ребят, как вы могли рассуждать? Вы сразу рассматриваете, множите минус 5х. Минус 5х у нас на 3х получает минус 15х квадрат. И минус 5х умножаем на минус 2, минус 2, мы с вами умножаем плюс 10х. То есть два рассуждения, самое главное, чтобы нам дали верные результаты. В числителе мы с вами получаем взаимное уничтожение двух выражений. Остается только 10х в знаменателе 3х минус 2. Смотрим. С нас просят х взять 0,5. Записываем. В числителе 10 умножаем на 0,5. И в знаменателе 3 умножаем на 0,5. И вычитаем 2. Равно. 10 умножаем на 5,5. В результате получаем 5 целых. В знаменателе 3 умножаем на 0,5. 3 на 5 – 15. Один знак после запятой получили по 5. Из 1,5 можно вычесть 2. Записка. 5 делим. Из 1,5 вычитаем 2 целых. Получаем минус 0,5. И теперь делаем вывод. Оба разделить на десятичный гроб. Первое, что мы с вами делаем. Мы и числитель, и знаменатель в дроби давным-давно, но в этом случае умножить, конечно, удобно на 10. Кто увидел на 2 умножаем, ребят, это самое лучшее. Чтобы избавиться от запятого знаменателя, например, самый простой вариант умножить на 10. Самый удобный из варианта умножить на 2. Положительные услуги будет делиться на обрицательные. Результат будет меньше. Числители 5 умножили на 10, получили 50. Знаменатель 5 десятых умножаем на 10, получили 5. Это минус 50. В результате получаем минус 10. Это будет нашим результатом. Мы с вами отрабатываем номер 5. В номер 5 нас просят найти значение функции f от цены, если у нас задается f от x плюс 5, это 2 в степени 4 минус x. И теперь начинаем рассуждать. У нас на вас просят найти f от цены. И начинаем рассуждать. Но что такое f от цены? Знаки делаем выбор. Нам нужно с вами вместо x подставить такое число, чтобы в скобках у нас получилась семерка. Итак, к чему нужно прибавить 5, чтобы получить 7? Естественно, 2. Получаем f от вместо x, 2, плюс 5. Переписали по нашей формуле и получаем равно. Сделали вывод. Что такое x? x это 2. x у нас фигурирует в формуле не только в скобках, но еще и в самой формуле. Значит, сама формула задается видом 20 степени 4 минус x, но в минус x мы с вами справляем. Это будет 2. Осталось только посчитать. 2 в степени 4 минус 2 получается 2, а у 2 в квадрате будет 4. Здесь было все достаточно просто, ребят, только лишь потому, что у нас задается функция и какое выражение в скобках для этой функции, какой аргумент вам предлагают. Аргумент цель? Отлично. Функция задается от аргумента x плюс 5. И здесь сразу, как только вы соотнесли данные, получили уже выход на решение. Следующий номер 6. В номере 6 нас просят найти значение данного выражения. Корень квадратный из 3 умноженного на 11 в квадрате и умножаем на корень квадратный из 3 умноженного на 24 степени. Равно. Нас просят в ответе указать номер правильного варианта, но для начала мы с вами начинаем прощения. Первое. У нас с вами задается произведение одинаковых корней. А произведение корней – это корень из произведения. Корень нам дается квадратом, значит, получаем под форму квадрата. 3 умноженное на 11 в квадрате. Умножаем на 3 и умножаем на 2 в квадрате степени. Руя. Из под формы 3 умножаем на 3 будет 9. Дальше переписываем 11 в квадрате, а вот 2 в четвертой степени удобно записать как 16, для того, чтобы вам было удобнее вывести ручку. Корень из 9 – это будет 3. Корень квадратный из 11 в квадрате. Мы с вами уже сегодня сталкивались с подобной ситуацией. Или вы, ребята, знаете, что корень квадратный в квадрате – без сномочий слог, потому что квадрат возводится неотрицательно в квадрате. Либо 11 в квадрате – 121, а корень из 11 в квадрате – 1, получается 9. Корень из квадратного из 16 вы тоже можете посчитать, будет 4. Осталось только все это перемножить. У нас с вами при умножении на 4 будет 12, и 12 при умножении на 11 нам дает результат 132. Находим ответ 132. 132 у нас под номером 2. Значит, в ответе мы с вами в бланке номер 1 под номером 6 записываем только цифру 2. На этом работе будет девочной. Следующий номер – седьмой. В седьмом номере нас просят найти значение данного достаточно длинного выражения при условии, что а – это 2,15 в семейном числе, и б – это 5,2 в семейном числе. И мы с вами говорим о том, что, естественно, нам выгоднее отработать сначала упрощение данного выражения. В числителе, ребята, посмотрите, сразу мы с вами видим формулу разности квадратов, которую сегодня уже записано. Давайте посмотрим. Разность квадратов. Разность квадратов мы с вами можем расписать как множители разности данных чисел на сумму этих чисел. Поэтому получаем в числителе дроби а минус 2b, который умножается на сумму данных выражений. Знаменатель у нас без изменения 2ab, и все это делится на выраженные в скобках. Но в скобках, мы с вами видим, задается разность двух дробей. Нас интересует общий знаменатель. 2b и а дают общий знаменатель 2ab. Смотрим. У первой дроби дополнительный множитель требуется только а, потому что у нас уже 2b есть. Для второй дроби а есть. Неминации в множителе не хватает, только 2b. Переписываем числитель. 1 умножить на а. Вычитаем. 1 умножить на 2b. 2b. Итак, следующее правило. Что значит разделить на 2? Значит умножить на обратную дробь. Мы с вами можем сразу произведение дроби собирать под общий дробь на черту. Используя правило. Чтобы умножить дробь на обратную числитель, умножить на числитель, а знаменатель на знаменатель. Итак, числитель первой дроби. А минус 2b, который умножается на а плюс 2b, у нас с вами умножается на обратную дробь. То есть 2ab идет в числитель. Знаменатель 2ab оставили. И теперь числитель второй дроби у нас уходит в знаменатель. Чтобы показать умножение на весь знаменатель, мы с вами работаем со скобками. Следующее мы с вами отрабатываем сокращение. Естественно, мы с вами видим, что можно сократить дробь на множитель а-2b. Дальше можно сократить на двойку. Сократить на множитель а и сократить на множитель b. В силу того, что а и b у нас даны числа, не равные нулю. Отлично. После всего сокращения в знаменатель у нас остается единица. Определение на единицу все равно ничего не умножается. Мы с вами получаем дробь. А плюс 2b равное. Теперь вместо а смело подставляем смешанное число 2,1519 и складываем с выражением 2 умножить и b. Что такое b? Это 5,1919. Следующий момент, ребята. Мы с вами видим, чтобы сложить эти два результата, нам сначала нужно выполнить умножение. И еще одно право. Как умножить число на смешанное число? Мы с вами задаем первое действие на г. Понятно? 2,1519 естественно выгоднее записать сейчас в неправильные дроби. Это более удобный результат. 19 умножаем на 2, получаем 38. И прибавляем 15. В результате получаем 53. Это 53,19. Складываем с произведения двойки и 5,219 то переводим в неправильный дробь. Помним, что первое действие от знаменации введем умножение. Второе действие будет славным. Как и в первом случае мы с вами отрабатываем. 19 умножаем на 5. 9 на 5, 45, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 9. 2 первых. И чтобы дробь умножить на дробь, числитель опять умножаем на числитель и знаменатель не знаменит. 53.19 мы с вами прибавляем 194.19. И так считаем. 3 плюс 4.7. Дальше 9 плюс 5.4. И числитель в результате сложения получили число 247. Знаменатель у нас с вами 19.4. Поэтому наша задача осталась разделить 247 на 19. 19 в простую числу. Берем неполное делимое 24. Задаемся по одному. В результате вычитания остаток 5, чтобы перейти в следующий разгром, берем следующую цифру разряда с пустом 7. 57 делимое делимое. Разбираем по 3. 3 на 9 27. 7 плюс 2 умножаем на 1 3 по 2 умножаем на 57. Мы с вами разделили на акцию. Получили результат 13. И записываем в бланке ответ номер 1. И мы с вами переходим к 8 номеру. В 8 номере нас просит упростить выражение найти его значение 3а равном минус 1 третье. И в ответе записать найденные значения. И мы с вами начинаем рассуждать. Если сейчас дадим место А вставлять значение минус 1 третье, то мы с вами можем запутаться в решении. Поэтому есть смысл сначала упростить. А мы с вами видим, что первое выражение издается как квадрат разности, с которым мы сегодня с вами сталкиваем. Итак, раскрываем квадрат разности. Это квадрат первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго выражения, то есть то, что стоит после разности, после вычисления. Дальше и плюс квадрат второго выражения записали. А вот следующий момент у нас с вами уже задается умножение 2а на выражение в скобках. Значит, здесь открываем фонтанчик. Минус 2а умножаем на 5. Получаем минус 10а квадрат. И минус 2а учитывая множитель, знак множитель перед скобками минус 2а умножаем на минус 4 минус на минус дает на плюс плюс 8а равном. Получаем а квадрат минус 8а плюс 16 минус 10а квадрат плюс 8а равном. Взаимно уничтожаются у нас выражения минус 8а и плюс 8а. Дальше считаем а квадрат и минус 10а квадрат минус 9а квадрат и переписываем свободное число плюс 16 равном. Теперь вместо а минус 1 3 спокойно подставляем. Минус 9 умножаем. Вместо а у нас уходит число минус 1 3 1 3 и по нашей формуле все число а полностью минус 1 3 разводится в квадрат. Дальше переписываем плюс 16. Первое действие это возведение в стиле. Потом будет второе действие на землю и только после этого будем складывать. мы переписываем минус 9 умножить минус 1 3 в квадрате. Что это означает? Это означает, что минус 1 3 умножается на 7. Минус на минус дает плюс а 1 3 умножить на 9. Прибавляем 16. В результате умножения минус 9 на 1 9 после сокращения получаем минус 1 и минус 1 плюс 16 нам дает результат и 20. Следующее задание найти значение выражения. Мы с вами видим, что даются две дроби очень похожие знаменатели, но у нас задается сумма чисел 6-ти и горных 35-ти их разности. Значит, делаем вывод. Ничего здесь не получится, если мы с вами не найдем общий знаменатель. Чтобы найти общий знаменатель, мы должны с вами перемножить эти два знаменателя. Как только мы перемножаем эти два знаменателя, мы с вами выходим на формулу разности квадрата, потому что разность чисел умножается на сумму этих же чисел. Отлично. Значит, в результате знаменатель у нас получится первое выражение квадрата минус второе выражение квадрата. 6 в квадрате у нас в знаменателе получаем 36, а корень квадрата из 35 в квадрате будет 37. Великолепно. Значит, знаменатель у нас будет равен единицей. Ну а теперь возвращаемся в самое начало. Со знаменателями мы определились. Теперь делаем вот. Сделать того, что мы с вами отрабатываем общий знаменатель множество знаменателей, здесь работают эти так называемые бабочки. Значит, у нас получается для первого числителя дополнительно множество 6 минус корень из 35, а для второго 6 плюс корень квадрат из 35 в числителе первой дроби 6 минус корень квадрат из 35 и прибавляем в числитель второй дроби 6 плюс корень квадрат из 35. После введения подобных слагаемых минус корень из 35 и плюс корень квадрат из 35 взаимо И остается только выражение 6 плюс 6. В результате это будет 12. И осталось посчитать, что 12 делится на 1. И в результате будет 12. Следующий номер мы с вами отрабатываем. Номер 10. В номере 10 нам предлагается опять найти значение выражения, если здесь и дается а равное минус 5. И вот тут, ребят, я с вами согласилась, если вы скажете, а почему бы здесь не подставить минус 5 сразу? Давайте попробуем, что из этого получится. В 10 задуме вместо а сразу подставляем минус 5. Вместо а просто подставляем минус 5. Дальше прибавляем единицу, деленную на а. А это минус 5 плюс 2. Скобка закрывается и умножаем на другую. Присвитивая единица в знаменателе, а это минус 5. Прибавляем единицу. Поставим все это выше и выше. Правильно? Итак, в скобках минус 5 плюс 2 уже будет минус 3. Спокойно посчитаем. А вот единицу делим на минус 5, переведя в действительную дробь, минус 0,5. С учетом того, что плюс на минус 0,2 будет минус. Минус 0,2 будет 10. И все это умножаем на дробь. В числителе единицы в знаменателе минус 5 плюс 1 минус 4. И так считаем. В скобках минус 3 до минус 0,2 минус 3,2, которую умножаем на числителе единицы в знаменателе минус 4. Чтобы минус 3,2 умножить на дробь, мы с вами можем увидеть знаменатель единичек. Числитель умножаем на числитель минус 3,2. Знаменатель 1 умножаем на минус 4, минус 4. При делении минус 3,2 на минус 4, вы вернете, получаете знак плюс. И теперь, если мы с вами 32 будем делить на 4, это будет 8. А у нас 3,9 делится на 4. То есть, вы видите, получаем 0,87. Это мы получили ответ. Следующее задание 1. В фонаре нас просят найти значение выражения. И здесь, ребята, конечно же, очень грамотно нужно подойти к данному решению, потому что очень много корней. И посмотрите, нам говорят, не x будет равен понимать, какой значимый минус y, а сумма корней из x и y. И здесь подрабатываем очень аккуратно. И так получаем в числителе 4x минус 16y. Из знаменатель 2 корня из x минус 4 корня из y. И вычитаем 2 корня из y. И начинаем рассуждать. Для того, чтобы упростить данное выражение, нам, конечно, сначала все это нужно упростить. Для начала обратите внимание на числитель данной первой дроби. Общий множитель 4 можно вынести за скобку. В числителе остается x минус 4y. В знаменателе первой дроби у нас есть общий множитель двойка, которую можно вынести за скобку. Остается корень квадратный из x минус 2 корня квадратного из y. А вот этот вот хвостик минус 2 корня из y у нас с вами будет тянуться. Дальше. Данную дробь мы с вами можем сократить на 2, но в силу того, что у нас в знаменателе задается корень квадратный, то в числителе мы с вами можем записать x как корень квадратный из x в квадрате и y как корень квадратный из y в квадрате. Почему мы так рассматриваем? Потому что 4 она дает подсказку. Это 2 в квадрате. И если мы с вами будем использовать сейчас формулу разности квадрат, то мы с вами можем этот дробь сократить. Итак, в числителе получаем корень квадратный из x минус 2 корня квадратного из y, которая умножается на сумму данных выражений. Естественно, множитель двойка. Мы про эту двойку не забываем. И знаменатель переписываем без изменения. После нашей дроби минус 2 корня из y просто-напросто переписали и дальше начинаем сокращать данную дробь. Сократили. В числителе у нас с вами осталось 2, которое умножается на корень квадратный из x плюс 2 корня квадратного из y и минус 2 корня квадратного из y мы с вами переписываем. 2 корня из x плюс 4 корня из y минус 2 корня из y. Приводим подобные слогами. В результате 2 корня из x складываются с двумя корнями из y. И опять видим общий множитель двойку, которую нужно вынести за скобкой. И в скобках как раз остается корень квадратный из x плюс корень квадратного из y. А у нас с вами сказано, что сумма корней из x и y – это будет восьмерка. Значит, нам нужно 2 умножить на 8 и получаем вид 16. Переходим к 12 номеру. В 12 задании нас просят найти значение выражения в виде 24ab плюс 2, который умножается на минус 2a плюс 3b, и данная скобка вам сводится к квадратному из y. Корень из трех и корень из шести. Но мы с вами прекрасно понимаем, что данные подкоренные выражения не извлекаются. Посчитать в скобках элементарно мы ничего не сможем. Поэтому есть смысл упростить. 24ab мы с вами переписываем. 2 умножается на скобки. А вот в скобках мы с вами поменяем местами выражения таким образом, чтобы они записывались в безвредительных знаков. 2a у нас с вами записывается со знаком минус, 3b со знаком плюс. Знак плюс мы с вами тактически не пишем, если в данное положение перейти. Теперь следующий шаг, на который мы с вами обращаем внимание. Сначала мы с вами первое действие выполняем, возведя в квадрат выражения, это квадрат разности. Потом будем умножать на 2 и только после этого вкладывать в выражение 24а. Это записано. 24ab прибавляем в двойку. И эта двойка умножается на весь квадрат разности. Теперь собираем квадрат разности. Это квадрат первого выражения 3b в квадрате. 2b в квадрате. Минус, так как у нас вычитано, удвоенные произведения этих двух выражений, считаем. 3b умножить на 2a, то есть ab. И мы с вами удваиваем. Получается 12ab. И плюс квадрат второго выражения. То есть 2a вывели ab. Получили 4а в квадрате. Одно. 24ab прибавляем. Двойку умножаем на все, что станет в скобках. Получаем 18b в квадрате минус 24ab и плюс 8a в квадрате. 24ab и минус 24ab в зайн-минусе в квадрате остается 18b в квадрате плюс 8a в квадрате. И мы с вами видим, ребята, что такое b. b – это корень из 6, а – это корень из 3. Начинаем выполнять постановку. 18 умножаем. b – это у нас с вами корень из 6 в квадрате. И плюс 8 умножаем на а. Это корень из 4 в квадрате. Осталось все это только посчитать. Смотрим. У нас с вами задается 18 умножить 6 под корень из 4 в квадрате. И плюс 8 умножаем. Корень из 4 в квадрате на 3. 18 умножаем на 6. 6 на 8 – 48. 60. У нас получается 100 плюс. И прибавляем 8 на 3 – 24. В результате выходим на 131. Получили результат. В 13 номере. В 13 номере нас просят тоже найти значимые выражения, если известны перемены а и х. И действительно, у нас с вами слишком много а и х находится в этом выражении, поэтому есть смысл упростить. Мы с вами видим, идет деление на трот. Значит, сразу для себя делаем вывод. У нас с вами будет идти умножение на обратную дробь. Значит, дробь а – 5х, деленный на а, будет умножаться на обратную дробь ве. Числители а квадрат в знаменателе. Ах – минус 5х квадрат. И делаем вывод. Чтобы дробь умножить на дробь, нужно весь числитель первой дроби умножить на числитель второй дроби. И весь знаменатель первой дроби умножить на весь знаменатель второй дроби. Показано. Теперь делаем вывод. Можно данный дробь сократить на один множитель A. Теперь следующее. В знаменателе мы с вами увидели AX-5X квадрат, общий множитель, который можно вынести за скобку. И с видением A-5X умноженное на A, а вот в знаменателе общий множитель X вынесли за скобку, остается A-5X. Великолепно. Еще можно дробь сократить, упростив данное выражение, которое принимает X, отделенное на X. При условии, что в нашем случае A это минус 74, а X это минус 10. При делении отрицательного числа на отрицательный знак получается положительный. Ну а вот сама дробь читает, сама выключает результат 74 десятых. Значит, нам нужно записать профиль в данном числе, чтобы читалось 10 раков. 7 целых 4 десятых. Результат готов. Следующее задание, ребята. Мы с вами рассматриваем всевозможные ситуации, которые могут получиться. И тут. У нас с вами в 14 номере просят найти значение выражения. Полин квадратный из 45 умноженное на 220 умножаем на 44. Но мы с вами прекрасно понимаем и осознаем, что настоя подлиться в квадратных двузнательных числах здесь не поможет. Потому что если мы с вами выберем все три номера, это будут очень-очень большие числа. И явными четырехзначными. Поэтому единственное, на что нужно будет здесь обратить внимание, это разладание на множители. А пиви, которым будет удобно работать при завлечении спадков. Например, 45. 45 это 9 на 5. Умножили. Поставили записали 45, но в другом виде. Вот у нас, например, Катя в зеленом платье. И это же Катя, но в красном платье. Вид разный, но это одна. Это, ребят, пример, так скажем, условно. Теперь 220. 220 нам дает подсказку с числом 44, что нужно увидеть в множителе 11. Записываем 11, который умножаем, по сравнению с мотом 11, на что нужно умножить, на 2 и на 10. Итак, 220 мы с вами разложили на множители. 11, 2 и 10. Проверяем. 2 умножить на 11 будет 22. 22 умножить на 10, получили 220. Все 220 разложили на множители. И теперь осталось расписать только 44. Итак, 44, что это такое? Это 11 умноженное на 4. Это 11 умноженное на 4. Теперь мы с вами можем извлечь из-под корня то, что считается. Корень квадратный из 9, это будет 3. И считаем, что остается под корнем. 5. Дальше. 11 умножить на 11. Это 11 в квадрате. Дальше. 2 умножить на 10. Переписали. И переписали умноженное на 4. А вот здесь сразу нужно вот в твердую забрать. Ну ладно. Это корень квадратный из 11 в квадрате. Выносим. Получаем 11. Извлекли из-под корня. Теперь корень квадратный из 4 выносим. Получаем 2. И под корнем остается. Считаем. 5 умножить на 2 – 10. 10 умножить на 10. Это будет 100. Осталось только посчитать. 3 умножить на 2 – 6. То есть 6 умножаем на 11 – получаем 66. И корень из 100 вычисляем, получаем 10. В результате ответа 660. Это будет окончательным ревентарным. Итак. У нас с вами 15 номер. В 15 номере опять видите какая ситуация. Вас просят найти их ответ. По условию задачи у нас с вами задается функция f от аргумента x-4. И это не что иное, как 68 минус x. Но нас просят найти f от 2. И мы с вами начинаем рассуждать. А что такое x-4? Это двойка. А как мы с вами двойку получим? Естественно, вместо x нужно взять 6. 6 минус 4 будет 2. То есть вместо x мы с вами получаем 6. И записываем. f от 6 минус 4. Равно. Раз x мы с вами определили, что это будет шестерка, значит получаем формулю. 58 минус 4. И ответ 61. В 16 номере для вас просят найти значение выражения. Корень квадратный из 35 умножается. Корень квадратный из 21 и делится на корень квадратный из 15. И мы с вами опять помним формулу. Произведение корней – это корень из произведения. А частные корни – это корень квадратный из частного. То есть по сути, мы с вами все данное выражение в виде общей дроби записали под корень квадратный. А теперь внутри под коренном выражение мы с вами спокойно начинаем вести сокращение. Итак, 35 и 15 увидели. Дробь сократили на 5. Числители оставили 7, знаменателю 3. И теперь также дробь сокращаем на 3. Числители оставили 7, знаменателю 1. Вот корень считаем 7 на 7 – 49. 49 делим на единицу – 49. Ну а корень квадратный из 49 включили 7. И такое получается простое задание. Нас просят найти значение выражения. И теперь внимательно посмотрите. Выражение достаточно удобное для того, чтобы вместо А подставить значение 6. Здесь это, скажем, красивыми числами выдается. И удобно вести расчет. Поэтому сразу же можно поставить в расчет. Вместо А 6, получаем первую дробь, 6 третий. Плюс вторая дробь, 3 деленная на А. Вместо А 6, 3 шесты. Дальше переписываем плюс 2 и умножается на 2. В числителе единицы, основные младители А, это хестерка, добавляет 3. Ну нет. Я стараюсь посчитать. В скобках 6 делить на 3 – 2. Плюс 3 шестых сократили, получили 1 вторую. Перевели в десятичную дробь 0,5. И плюс 2. Все это умножается на 2. 1, 6 плюс 3 – 9. Ровно. В числителе 2 плюс 2 – 4. 4 плюс 5 – 4,5. Который умножаем на 1, 9. И опять ситуация, чтобы умножить число на дробь, нам нужно увидеть знаменатель до первого чеснока единичек и умножать. Кислитель на числитель дроби, знаменатель на знаменатель. 4,5 на 1 – 4,5. Знаменатель 1 на 9 будет 9. И теперь мы с вами делим. 45 делим на 9 – будет 5. Но 4,5 мы с вами делим на 9, получаем 0,5. Это и будет наше результат. Следующий номер – 18. В 18 номере нас просят найти значение выражения. И здесь, если вы внимательно посмотрите на выражение, уже неудобно работать с такими словами, как слабые 2,5. Будут достаточно сложные числа и сложные расходы. В этом весь смысл упростить. Тем более мы с вами видим, что произведение разности чисел на сумму задает нам формула разности квадрата. Это означает, что 8b в квадрате вычитает 8 в квадрате. А дальше раскрываем скобки. Минус 8b умножаем на 8b, получаем минус 64b квадрат. И минус 8b умножаем на плюс 8, минус 64b. В 64b квадрат минус 8 на 8 – 64. Все остальное переписываем. Минус 64b квадрат минус 64b. Взаимно уничтожается все, что у нас b квадрат. На выражение и остается минус 64, минус 64b. Вместо b мы с вами видим 2,60. Переписим. Минус 64 минус 64 умноженное на 2,60. Правильно? И так, что у нас в результате получается? Ну, минус 64, конечно, можно вынести за скобку. Хотя можно и так посчитать. То есть первые 10 у нас будут умноженные. И потом будем вычитать. 64 умножаем на 2,60. 6 на 4, 2, 4, 4, 5, 2, 1. Так, 2 на 4, 8 и 12. 4, 6, 6, 1. И у нас с вами 1,2 после запятых. И еще число 64 стелла. В связи с того, что у нас два числа отрицательные, мы с вами не задаем сумму. И получаем. У нас после целой части только четверка. 6 плюс 4, 10, ну, пишем 1 вне. И в результате получаем минус 230 цель, 4 десятых. Итак, отрицательные числа у нас с вами задаются в виде сложения. Получили результат. Или, ребята, чтобы вам было удобно, например, считать, если вы так хотите, минус 64 целых мы выносим с вами за скобку. И в скобках остается единица плюс 9,60. То есть, минус 64 вы умножаете на 3,60. У вас должно получиться точно такой же режим. Далее, ребята, у нас с вами 19 номер. В 19 номере разность числа умножается на сумму этих чисел. Очень легкий пример, потому что здесь задается разность квадрата. И получаем корень из 7 в квадрате, вычитаем корень из 5 в квадрате. Корень квадрата из числа в квадрате есть само число. В этом случае минус само число 5. Но 7 минус 5 получили 2. Все. На этом работа завершена. Вот такие простые примеры тоже могут попасть. В 20 номере. В 20 номере, чтобы найти значение выражения, мы с вами видим, что А и Б задаются смешанными числами. И опять делаем вывод. Есть смысл сначала просто-напросто упростить выражение. С учетом того, что в числителе первой дроби вы увидели разность квадрата, с которой сегодня мы с вами часто сталкиваемся. Поэтому получается, в числителе первой дроби А минус 4Б, который умножается на А плюс 4Б. Знаменатель 4АБ остается без изменения. И дальше у нас идет деление на разность дробей. Мы с вами видим, что для двух дробей в скобках общий знаменатель 4АБ и дополнительный множитель для первой дроби хектом бабочки А, для второй дроби 4Б. В числителе собираем А минус 4Б. И используем правило деления на дроби. Поэтому первую дробь мы с вами умножаем на обратную вторую дробь. И опять используем правило, как дробь умножается на дробь. Для этого нам нужно числитель умножить на числитель, а знаменатель умножить на знаменатель. Не забываем добавлять скобки, чтобы виден был весь знаменатель. Легко увидеть, что данную дробь можно сократить на А минус 4Б. Дальше сокращаем на четвертую, на А и на Б. Остается А плюс 4Б. Теперь делаем вывод. Мы с вами уже работали с такими выражениями. Есть смысл сразу А и Б переводить в неправильную дробь. Итак, число А. 3,513. 13 умножить на 3. 39. 39 плюс 5. 44. 44 тринадцатых. Теперь мы с вами 4 умножаем на число Б. Считаем. 4 умножаем на 13. 4 на 3. 12, 2 пишем 1. 52. 52. 52 плюс 2. 54. 13. Теперь мы с вами первое действие выполняем. умножим на число Б. 44, 13. Мы с вами прибавляем. 4 умножаем на 54. 4 умножаем на 4. Получается 4 умножаем на 20. 216. 13. Считаем дальше. Так, здесь получается 5. 260. Вознаменатель 13. Ну и достаточно легко увидеть, что можно данную дробь сократить на 13. 26 делим на 13 2. И в результате остается с множителем 10 число 20. Или, ребят, вы просто-напросто 260 можете разделить на 13. Ответ 20. Готово. Следующий номер 21. Номер 21, ребят, он интересен чем? Тем, что задается вопрос, сколько целых чисел расположено между числами. Корень из 5 и корень квадратный из 95. И вот здесь мы с вами должны понять, что после корня из 5 у нас будут идти корень из 6, не извлекается. Корень из 7, не извлекается. Корень из 8, не извлекается. А вот корень квадратный из 9 извлекается. Будет тройка. Мы с вами получили первое целое число. Значит, проверяем. Следующее число должно получаться 4. Что такое 4? Корень квадратный из 16. Дальше проверяем по порядку 5. Корень квадратный из 25. Но мы пока далеко до 95. Теперь берем шестерку. Это корень квадратный из 36. Следующее число 7, которое можно записать как корень квадратный из 49. Восьмерка. 8 на 8 корень квадратный из 64. Дальше смотрим. Девятка. Это корень квадратный из 81. Ну а если мы с вами возьмем десятку, это корень квадратный из 100. У нас с вами уже не подходит. А вот как раз девятка подходит в наш случай. Сколько целых чисел у нас умещается между двумя числами и рационального виду? Тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Поэтому в ответе 21 у нас получает ответ 7. Семь целых чисел будет располагаться между данными предложенными числами. Следующий номер 22. Опять упрощение выражения и находение его значения. С учетом того, что задаются у нас с вами х и у, так скажем, не очень удобные, сразу подстановка заниматься мы не сможем. Естественно, нужно упростить. Для начала первое выражение мы с вами видим как квадрат суммы. Итак, раскрываем квадрат суммы. Это квадрат первого выражения 2х в квадрате 4х в квадрате плюс удвоенное произведение первого и второго выражения 2х умножить на 3у. 6х умножаем на 2. 12х и плюс квадрат второго выражения 3у в квадрате 9у в квадрате. А вот дальше мы с вами минус 3х будем умножать на все, что получается, что минус 3х мы умножаем на 4 третьих х, с учетом того, что у нас числитель 3 и знаменатель 3 сокращаются при умножении, получается, минус 4х квадрат. И осталось минус 3х умножить на плюс 4у, минус 12х. Теперь, приводя подобные слогаемые, у нас с вами две пары выражений взаимной уничтожателем. Настается только 9у в квадрате. То есть вот с этим неудобным, скажем очень красивым числом, х мы с вами работать не будем. Выполняем подстановку только для у. у это корень квадратный из 3. По формуле мы с вами должны возвести в квадрат первое действие возведения в квадрат и получаем 9 умножить на 3 27. Следующий номер, который может встретиться у нас с вами на экзамене, это номер 23. В 23 задании у нас с вами по условию нужно найти значение выражения корень квадратный из а квадрат минус 4аб плюс 4б квадрат. А и b у нас с вами известны. И мы с вами начинаем рассуждать, ведь по сути у нас в подкорме подкоренное выражение содержится в виде формулы квадрат разности. Ведь у нас есть квадрат первого выражения минус удвоенное произведение первого выражения, то есть а, и второго выражения, то есть 2б, который 2б при возведении в квадрат нам задает 4б квадрат. Значит, подкормим мы с вами сворачиваем данную формулу квадрат разности. Разность мы с вами видим перед удвоенным произведением знака. Получаем первое выражение а, второе выражение 2б. И теперь мы можем подставить вместо чисел а и b. Вот корни вместо а тройка минус 2 умножить вместо b четверка. Все это в квадрате. Ребята, если вы хотите сначала раскрыть корень квадратный в квадрате, не забывайте по формуле, что корень квадратный из выражения квадрата, какого-то выражения, давайте зайдем у себя, например, у нас было с вами x минус y в квадрате. Это будет модуль данного выражения, который раскрывается двоя. Итак, первая ситуация, это будет x минус y, но при условии, если внутри модуля будет число неотрицательным, и у нас с вами будет наоборот знак минус x плюс y, при условии, что внутри модуля вот это выражение x минус y будет отрицательным числом. Про это мы с вами помним. Поэтому первое действие – это разведение в квадрат под корней. Поэтому аккуратно считаем. Под корней считаем, скобка из трех вычитаем, 2 на 4 будет 8, и все это в квадрате. Теперь считаем под корней. 3 минус 8 – это будет минус 5, но минус 5 в квадрате. И теперь считаем под корнем минус 5 в квадрате – 25. И вот теперь мы спокойно можем сказать, что корень квадратный из 25 по определению корня квадратного – это не отрицательное число 5. Если бы мы с вами получили минус 5 – это был бы ответ неверный. Мы бы с вами получили уже грубый результат. Всего вам доброго, ребят. Через неделю встречаемся. До свидания. Продолжение следует...